И по старой традиции хочу с вами поделиться, как обычно, быстрыми и полезными рецептами. Вот у меня здесь на оливковом масле поджаривается слегка. Она все оттушилась в своем соку, а теперь поджаривается на оливковом масле, тут его совсем чуть-чуть. Это грудка индюшки, луковичка и вот там вот морковочка мелко, на терочку потертая. Когда оно там поджарится, слегка так подрумянится, я все это дело залью кокосовым молочком. Залью кокосовым молочком, накрою крышечкой и оно потушится. Здесь у меня будет готовиться суп из брокколи. Вот я поделила их такие на соцветия, залью водичкой, чтобы только покрыло и буду варить до готовности. Когда оно будет готово... А, вот еще я сюда брошу морковочку. Вот это все так сварится у меня слегка в подсоленной водичке. Для этого блюда нужен блендер. Блендера у меня нет, я буду толочь вручную. Я вам покажу процесс. Блендюшка уже подрумянилась до нужного мне состояния. И настала очередь кокосового молочка. Вот оно выглядит вот так вот, такой, как кашица. Вот я добавляю. Если у вас нет кокосового молока, то не проблема, можете добавить молочные сливки. А у меня было кокосовое молоко. Это вкусненько, это полезненько. В общем, и вот так вот оно у меня будет тушиться под крышечкой. Ну вот, моя индейка, в принципе, уже готова. Я бросаю сюда... Вот чесночок у меня уже молодой. Я зубочек разделила на две части. Вот, он не сильно такой ароматный, потому что молодой. Кидаю два зубочка, то есть четыре части. И присыплю укропчик сушеный. Хотела еще петрушку, но петрушка у меня закончилась, как оказалось. Вот, если есть свежая зелень, это будет еще лучше. Так, вот так вот. Ну, еще пару минуточек так потушится, и, в принципе, готова. Здесь у меня скоро закипит водичка, в которой я буду варить вот такой вот рисовые макарошки. Ниточки. Вот, тоже легенько, полезненько. И здесь у меня варится... Ух, какой парк! Варится брокколи. Сейчас придет муж, он мне все это потолчет. Он у нас за это отвечает. Так что, еще вам снимем. Рисовые макарошки уже в водичке. Варится им три минутки. Процесс пошел. Так, естественно, у меня тут уже на поготове. Вот. И ждет сметанка. В Польше, если вы хотите купить сметану, ищите слово сметана. Вот, вот так вот. С-ме-та-на. Вот так вот сметана. Это будет сметана. Если вы купите сметанка, это жидкие сливки. Это жидкие сливки, которые у меня пойдут вот в этот суп. Вся вот эта вот баночка, 200 миллиграмм, пойдет на эту кастрюльку. Когда все это потолчется, или разобьется блендером, у кого он есть, я добавлю сливки. Доведу это дело до кипения. И супчик мой будет готов. Так, прикрываем до готовности. Ну, вот, собственно, и по супу. Как вы видите, он уже стал беленьким. Мы сюда пустили нашу сметанку. И смотрите. Мы так его не сильно разбили. Овощи. Они будут так кусочками. Вот так вот выглядит супчик. Конечно, если блендером эта масса будет такая однородная, крем-суп получится. Ну, у нас вот так вот. Я вас уверяю. Может, он выглядит, конечно, так сразу не очень аппетитно. Но поверьте мне на слово. Я вам даю руку на отсечение. Кто хоть раз попробует это, тот убедится, насколько это вкусный и полезный супчик. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Всем привет. Сегодня у нас 6 июня. И я хочу немножко поделиться с вами расценками на сезонные продукты. И не только. Потому что я часто слышу от людей с Украины, особенно от тех, кто приезжал на заработки в Польшу, они утверждают, что здесь мега дешево. Вообще на 3 копейки можно прожить там чуть ли не всей семье из 3 человек состоящей. Так вот, я только что с базарчика. Черешенька. Черешенька на базаре. Килограмм стоит 14 золотых. Ну, я купила здесь меньше килограмма. Я не смотрела, сколько я там купила. Ну, в общем, я на глаз взяла, сколько спишем. Клубничка. Клубничка по состоянию на 6 июня. Ну, такая средненькая, небольшая, чистенькая. Клубничка стоит 11 золотых килограмм. Есть клубничка и за 9,50, по-моему, но там по большей части зеленая. И к разговору о ценах. Вот кусочек мяса я достала из морозилки, буду готовить. Это говядина. Ее здесь у нас 481 грамм. Цена за килограмм. Вот. И вот. Ну, в общем, можно и высчитать. Вот. Это хорошая говядина. Ну, в общем, для тех, кто живет по принципу. Мы то, что мы едим. Вот. Я живу именно по такому принципу. Дешевая, некачественная. Я стараюсь в себя не накидывать. Потому что я считаю, что здоровое питание – это залог здоровой жизни. Вот. Ну, пока это все.